Девчонки, всем привет! Добро пожаловать! И сегодня хочу с вами поделиться очередными недавними покупками косметики. Вот здесь у меня куча всего насобиралась, и мне есть вам что рассказать. И первое, что я себе приобрела, это вот такой вот бальзамчик Carnex. Это с гранатом. У меня граната до этого не было. Были другие ароматы. Я вот вам показывала в своей косметической зачистке вот такой бальзамчик с лаймом. Он мне абсолютно не понравился. Он был какой-то горький, очень колол, щипал губы. Не знаю, рискнула купить вот в таком же формате, в формате помадки. Попробовать с гранатом. Я надеюсь, что он будет, конечно, другой и мне понравится. Дальше вот такой вот кремушек для рук Дуру, тоже с гранатом. Взяла, потому что маленький флакончик, удобно с собой брать в дорогу. Я люблю, чтобы у меня был крем в сумочке. Здесь 75 мл. Удобная упаковка. Мне нравится, когда вот так это все открывается. Не знаю, не пробовала еще никогда Дуру. Посмотрим, как он будет увлажнять мою сухую кожу рук. И обязательно вам расскажу в своих пустых баночках. От многих девочек-блогеров я наслышана о таком вот чудо-средстве от Evelyn. Это экспресс-удалитель кутикулы. Очень хочется мне его попробовать, заценить. У меня есть удалитель кутикулы, но белорусский наш от Belita. Он мне, в принципе, нравится. Но захотелось попробовать что-то новое. И вот так вот он выглядит. Небольшой такой тюбичек. Посмотрим. Обязательно протестируем. И поделюсь с вами своим впечатлением. Моя любимая жидкость для снятия маникюрного лака. Здесь у меня с персиком и с манго. 75 мл. Такие небольшие флакончики. Но я ее обожаю. Она не сильно резко пахнет ацетоном. И у нее есть такой легкий запах вот этих вот фруктиков. Есть еще, по-моему, яблочко. Их несколько видов. Классные, бюджетные. Они мне нравятся. Хорошо удаляют лак. Мне кажется, что еще надо. Не хочу что-то новое искать. Они меня вполне устраивают. И еще одна жидкость. Вот такую вот я не пробовала. Это тоже без ацетона. Антишелак для всех видов лака. Подходит для гель-лака, для обычного лака, для биогеля, элементов декора, дизайна. Посмотрим, как она будет справляться с этим всем. Удобная такая упаковочка. Но она уже немножко более резко пахнет ацетоном. Дальше хочу вам показать свой любимый бальзам от Эльсеф. Здесь у меня экспресс цвета. Ламинирующий эликсир с маслом льна. Вот такой вот красный флакончик. У меня до этого была роскошь, по-моему, шести масел. Именно этот вид я еще ни разу не пробовала. Но я думаю, что мне обалдеть, как понравится. Потому что Лореаль Эльсеф я их просто обожаю. Бальзамы, маски вот у них в таких больших банках круглых. Также я обалдею от спрея. Ну, в общем, это мой такой, наверное, самый сейчас любимый уход для волос. Ну, или один из самых любимейших уходов для волос. Маски, бальзамы у них просто классные. Густые, так как я люблю. Приятный аромат и классно увлажняют волосы. Дальше новиночка в моих косметических продуктиках. Это вот такой дезодорант стик от Mon Platin. Недавно у нас появились мили. Их можно найти. Это израильская косметика. Как он пахнет, это просто обалдеет. Посмотрите. Он такой вот не совсем обычный по своей структуре. На все предыдущие мои дезодоранты классно пахнет. У них, по-моему, три аромата в линейке. Все мне очень нравятся. И я почитала, что он не содержит солей и алюминия. Вроде бы более такой безопасный, чем любые дезодоранты. В общем, не знаю. Читала о них отзывы. Тоже неоднозначно. Кто-то очень хвалит. Кому-то они не нравятся. У меня впервые. Вот сейчас начну им пользоваться. И, конечно, аромат у меня просто обалденный. Он такой легкий. В то же время и насыщенный. Свежий. Класс. Стоит он, конечно, порядком дороже, чем обычные дезодоранты. В разы два. Но у меня он как-то привлек. Захотелось попробовать что-то новое. В восторге. Я осталась от таких вот пилингов для тела. Сейчас я использую вот этот вот. Тут с экстрактом сахарного тростника. Блин, какой-то классный аромат. Аромат фруктов. Такой аромат сладости класс. А вот здесь вот у меня новый с маслом имбиря. Еще не пробовала. Но сквозь флакончик тоже пахнет очень классно. Бюджетный пилинг. Меня вообще он вполне устраивает. У него достаточно такие крупные частички. Хорошо скрабирует тело. А главное, оставляет приятный аромат. Лак для волос всегда нужен. Вот увидела какой-то новый от ТАВТ. Ну или может он не новый. По крайней мере раньше я его не замечала. Какая-то ограниченная коллекция. Глянцевый блеск. С мозгом. Здесь по-моему еще, мне кажется, какие-то блесточки. А может быть и нет. Ну, в общем, интересно будет попробовать. Я вообще обожаю лаки от ТАВТ. Они очень классные. У них мелкое распыление. Они не склеивают волосы. У них никогда нету проблем вот с этим именно дозатором. Все прекрасно распыляется. Ничего не засыхает. Также они не сильно ядреные. Приятно пахнут. И я, по крайней мере, от этих лаков не задыхаюсь, когда начинаю распылять их на свои волосы. Красивая, милая упаковочка. Будет, конечно, интересно попробовать вот эту вот коллекцию. Никогда до этого я не использовала Невея в качестве ухода для своих волос. Здесь у меня молочко для волос. Это шампунь уход. И также бальзам уход. Вот такая вот парочка. Не знаю, никогда раньше у меня не было. Люблю всякие средства тестировать, пробовать что-то новое для себя находить. И вот решила прикупить себе сразу то и то полноценный уход для того, чтобы понять, нравится мне Невея или нет в качестве ухода для волос. Ну, такой миленький дизайн. Приятный такой ненавязчивый аромат. В принципе, я думаю, что возможно и мне понравится. В предыдущих своих покупочках я вам показывала вот такой вот скраб из этой же серии, из этой линейки для лица. Он был, по-моему, назывался Зефирка. И решила еще купить два таких продуктика. Это шоколадный маффин, это гель для умывания и здесь маска лифтинг для лица. По поводу масочки ничего не могу сказать. Она у меня стоит, ждет своей очереди. Хочу обязательно вскоре ее попробовать. А вот по поводу геля для умывания. Обалдеть, какой классный аромат. Он действительно пахнет свежевыпищенным шоколадным маффином. Его прям хочется съесть. Посмотрите, какая у него красивая структура. Он такой блестящий. Если бы можно было передать аромат, вы бы, конечно, обалдели. Сладость, вкусность. Вообще приятно. Так и хочется это все съесть. А когда ты умываешь им лицо, обалдеть как. Единственное, что, конечно, неудобно, ну, по крайней мере, мне лазить туда пальцами. Вот это вот все набирать. Потому что структура у него такая какая-то. Немножко похожа на тесто. Все это как-то вот тянется. В общем, не совсем, конечно, удобно. Но само средство классное. Оно прекрасно очищает кожу. Не пересушивает ее абсолютно. Вот до этого всякие мои умывалки, они немножко подсушивали. А вот здесь я, конечно, такого не заметила. И аромат, это просто бомба. Вот рекомендую шоколадный маффин. Увидите, обязательно берите, попробуйте. Мне кажется, что вы останетесь в полнейшем восторге. Мне кажется, что все уже знают про такой скраб. О чистой линии, с абрикосами, косточками. Про него многие девочки говорят. Он обалденный, классный. Я не знаю, что про него еще сказать. Действительно хорошо очищает кожу. Здесь небольшой объем. 50 мл, но просто бомбический. Вот если вы не пробовали, ищите какой-то бюджетный скраб, обязательно попробуйте. Я им могу также скрабировать не только лицо, могу им проскрабировать кожу рук. Тогда все это такое бархатистое, нежное. Очень классно. Можно также его использовать для ног. В общем, подойдет для всего-для всего. Бюджетный, часто бывает у нас на скидках, в миле или в острове чистоты. Я думаю, что вы сможете его найти. Еще один скраб, который мне тоже понравился. Это от Evelyn. Он чем-то похож на предыдущий скраб от чистой линии. В нем тоже в составе есть абрикосовые косточки. Он тоже такой крупнозернистый. Есть еще голубенькая такая упаковочка. Он мелкозернистый. Но я люблю такие более жесткие, я бы сказала, скрабы, после которых действительно ощущается этот скрабирующий эффект. Когда я вижу, что моя кожа очищена, что все роговевшие и пересушенные участки кожи сняты, когда у меня прекрасно наносится макияж. То есть я люблю именно крупнозернистые. И этот скраб точно такой же. Единственное, что он стоит, наверное, в раза два дороже. Но по действию тоже отлично. Поэтому могу его рекомендовать в качестве альтернативы чистой линии. На лето приобрела себе вот такое молочко для загара. Взяла специально детское, потому что для детей делают с большей защитой. Ну, мне кажется, все-таки более такое как бы натуральное. Здесь небольшой объем. То же, что меня подкупило. 75 мл. Его спокойно можно бросить в сумочку. Спокойно можно брать в поездки, в самолет. Много места не занимает. Несколько раз вы его использовали. Все закончилось. Смело выбросить можно и не везти обратно, знаете, все эти вот бутылочки. Не знаю, не пробовала никогда такой. Будет интересно, конечно, посмотреть, как он будет себя показывать в действии. Еще одно молочко солнцезащитное. Здесь немножко больше фактор защиты. Здесь 30. Предыдущим было 20. Здесь для лица и тела. Подходит для всей семьи. Здесь уже спрей. Очень удобно. Я люблю, когда есть спрей. Знаете, попырскал-попырскал, растер. Очень все это быстро. Но здесь уже объем побольше. 150 мл. Обязательно буду им пользоваться. Бюджетное средство. Мне будет, конечно, интересно посмотреть, насколько оно эффективно. Потому что цены на вот эту вот всю солнцезащитную продукцию в пике сезонов настолько вырастают. В 2-3 раза. Когда вы покупаете это вне сезон, когда холодно, когда зима. Все это стоит гораздо дешевле. Вот так вот сделала и я. Накупила всяких солнцезащитных средств для того, чтобы потом во всю ими пользоваться. Еще приобрела себе вот такой вот кремушек. Это крем автозагар от Evelyn. Мерцающий загар. Здесь небольшой объем. 100 мл. Прекрасно подойдет брать с собой в дорогу. Никогда раньше не использовала автозагар. А особенно от Evelyn. Ну, хочется попробовать посмотреть, какой будет, конечно, эффект. И вот производителям заявлено, что менее чем за 4 часа крем придает коже натуральный загорелый вид. Проверим. Обожаю различного рода полоскалки. Вот такой вот у меня еще никогда не было. Sense 1. Я только использовала пасты этой марки. Я люблю листерин. Ну и, конечно, покупаю различные для эксперимента. Для того, чтобы понимать, что мне больше нравится и подходит. И вот на этот раз у меня, конечно, Sense 1. Обязательно буду ей пользоваться и расскажу вам в своих пустых баночках, как мне эта полоскалка. Всегда нужная вещь это крем для рук. Я постоянно мажу свои руки кремами. Здесь у меня оливковое масло и ягоды кожи. Зеленая аптека. Никогда такой не пробовала. Тоже люблю тестировать с кремами, экспериментировать и находить для себя самое лучшее. Также закончился у меня крем для ног. Решила попробовать какой-то новый. Вот такой вот тоже никогда не брала. Он был какой-то не сильно дорогой, бюджетный. В общем, будем пробовать тестировать. Мне главное, чтобы они были не липкие. Потому что есть крема очень липкие, неприятно. А здесь вот такая милая упаковочка. Ну, посмотрим. И запах такой ненавязчивый. Я бы сказала, практически нет никакой отдушки. Нравится мне продукция Nivea. И вот я встретила в наших магазинах вот такую вот Nivea. Но это Nivea производства Азии. То есть, не наша, не отечественная, не российская, а именно азиатская. Здесь сама упаковка вся с такими какими-то иероглифами. Единственное, что наклеены поверх наклейки для того, чтобы вообще понимать, что это за средство, как им пользоваться. Я когда увидела, то решила взять. Потому что, как известно, продукция, которая выпущена у нас и, например, где-то в Европе, она отличается. Хоть даже это одна и та же марка. Я могу, например, сравнить с порошками, с теми же Ариэль. Ариэль наш. И, например, если покупать Ариэль в Польше, то это совсем разные порошки. Там, конечно, качество намного лучше, чем наши. Поэтому также, мне кажется, и в косметике хотелось попробовать что-то ненашенское. И вот мне удосужилось найти Nivea. Это черная пенка. Пенка для умывания. Также европейского производства от Evelyn. Вот такой вот крем-гель для умывания. Тоже не помню, где я его нашла. Но он, по-моему, произведен в Польше. И мне, конечно, очень хочется сравнить по качеству эти продукты, которые производятся там в России и в той же Польше. Очень будет интересно. Здесь большой объем. 200 мл. Мне кажется, надолго ее должна хватить. Вот такая вот красивая, милая розовая упаковочка. Не везде ее можно, кстати, найти. Я, по-моему, покупала ее в магазине Green на стендах, где продается вся косметика. И она имеет такой приятный легкий аромат. И совсем не навязчивый. От Garnier у меня здесь вот такой вот крем-уход вокруг глаз. 35+. Но я на это не обращаю внимания. Защита от морщин. Но мне нравится, на самом деле, как он увлажняет кожу. По поводу защиты от морщин я как-то пока никакого действия от него не увидела. Хотя использую его достаточно долго. Качество какого-то увлажняющего базового крема вот смело могу его рекомендовать. Стоит он бюджетно, не липкий, не противный. Так что с удовольствием им пользуюсь. От Garnier также мне понравился матирующий крем Sorbet. Здесь увлажняет 24 часа. Контроль блеска. Вот это очень классная штука. Это кремик для лица. Для жирной кожи вот это просто находка. Вот в таком вот он тюбике. Он очень легкий. Безумно классно увлажняет кожу. Не оставляет никакого жирного блеска. Кожа ваша выглядит ухоженной. Он прекрасно ее матирует. И он сам очень-очень легкий. Такой невесомый. Базовый такой увлажняющий крем. И я вот от него осталась в полнейшем восторге. Nivea дезодоранты я люблю. Ти-лайн на этот раз черный и белый. Никогда такой вид не пробовала. Здесь мне нравится сама упаковочка. Смотрите, здесь вот этот клапан поворачивается. Когда вы его куда-то берете с собой дорогу, вы закрыли. И не будете бояться, что у вас там что-то откроется, разбрызгается, прольется. И еще я люблю Nivea за их распыление. И за то, что они не создают такого облака дыма, после того, как вы начали его там распылять. Потому что я на самом деле эти пшикалки не очень люблю. Но она у меня всегда есть на какие-то такие, знаете, случаи. Я обычно как делаю, попшикалась в одной комнате и вышла в другую. Потому что они для меня очень недреные. А вот Nivea для меня как-то подошла по всем этим параметрам. Поэтому я стараюсь покупать в основном ее. Дальше вот такой вот сухой шампунь появился у нас с Mille. Я не знаю, это фирма Valori, наверное, так называется. У меня это для чувствительной кожи головы. Еще у них есть два вида. Бюджетная такая упаковочка, я бы сказала, дешевенькая. Но сам шампунь очень классный. Я могу сравнить с Batista. Я бы сказала, что они примерно стоят на одном уровне. А это вот такая вот бюджетная штучка. Мне понравилось ее распыление. Понравился классный такой нежно-цветочный аромат. И понравилось то, что она не оставляет белого налета на волосах. Не нужно потом это все вычесывать. В общем, классно. Я могу советовать, если вы ищете какой-то сухой шампунь недорогой, то обратите внимание вот на эту марку. Посмотрите, можете их найти в Mille. Недавно для себя открыла вот такой вот тоник от L'Oreal. Мне он очень понравился. Такой приятный нежный аромат. Я бы сказала, такой дорогой. Люблю, на самом деле, такую отдушку в косметике. Он классно увлажняет кожу. Хорошо удаляет остатки макияжа. Не пересушивает. В общем, обалдеть. Я его полюбила вот всей душой. У меня здесь для нормальной и смешанной кожи. Также, что мне безумно понравилось от L'Oreal, это вот таких вот два аквафлюида. У меня именно два, потому что один здесь для нормальной и смешанной кожи, а второй для нормальной и склонной к сухости. Вот этот вот склонный к сухости, я его использовала в холодное время года. А вот этот вот для смешанной я использую сейчас. Они очень легкие. Они безумно классно увлажняют кожу. А как они выглядят, это просто очень красиво. Мне кажется, дорого смотрится. Здесь такая вот стеклянная упаковка. Очень плотное стекло. Красиво от такого бирюзового цвета сама помпа. Очень красиво все, конечно, это выглядит. И единственное, чем отличаются эти гели, как мне показалось, по своей консистенции. Вот этот, который для сухой кожи, он более такой жидкий. А для смешанной он немножко более погущий. Но это незначительное отличие. А так они оба прекрасно увлажняют кожу. Он моментально впитывается, не оставляет какого-то жирного блеска. Обалденно матирует кожу. И вот после его нанесения действительно ощущается целый день вот эта вот увлажненность, напитанность. Но, в общем, я очень рада, что открыла для себя вот эти вот флюиды. Смотрите, какие они красивенькие. В качестве геля для интимной гигиены я в последнее время покупаю что-то детское. Это мыло для детей от нуля с рождения. В общем, им можно и мыться и детям, и взрослым. Здесь написано такая большая упаковочка с помпой. Я люблю, когда есть помпа. Это очень удобно. И мне кажется, что детское оно все-таки более безопаснее, более такое щадящее. Не будет раздражать кожу, будет даже где-то подсушивать, увлажнять. Так что я люблю вот такие штуки. Вот это вот никогда еще не пробовала. До этого у меня был детский гель от Liv Delano белорусский. Мне очень нравился. Сейчас решила попробовать что-то новое и нашла в магазинах вот такой вот. Также мне очень нравятся вот такие вот мыло ручной работы. У меня здесь орхидея лаванда. Посмотрите, какие они красивые. Как они классно пахнут. Обалдеть. Запах у него просто супер. 80 грамм, мне кажется, даже на подарок. Обалденно будет смотреться. Его можно положить в шкаф с нижним бельем. Будет приятно все пахнуть. Ну или использовать, как я люблю, мыть им руки. Да и выглядит это в ванне, конечно, очень красиво. И осталась у нас декоративная косметика. Первое, что хочу показать, это вот такой вот закрепитель от марки Kiki. Мне очень понравился. Я использую белорусский от Ril'e, по-моему. Гель топ, он так называется. Вот эта вот штучка что-то очень похожая, только по объему она больше. Продлевает стойкость любого лака. Делает ваш маникюр таким глянцевым, блестящим. А также укрепляет ногти. Они становятся такими более плотными, более твердыми. От Kiki мне понравился вот такой вот карандашик для бровей. У меня это в оттенке 02. Здесь щеточка. В принципе, неплохая, удобная. И сам карандашик тоже очень классный. Он такой холодно-серо-коричневого цвета. Очень мягкий, хорошо наносится, хорошо тушуется. До этого у меня был карандаш от Catrice. И мне кажется, что вот этот карандашик, он чем-то похож. Просто стоит гораздо дешевле. В общем, от него я осталась в восторге. Можете обратить на него внимание. Достойные карандашики. А вот эта вот палеточка также для бровей от Kiki мне не совсем понравилась. В общем, я не могу приловчиться пользоваться тенями для бровей. Мне больше нравятся карандашики. Здесь в комплекте вот такая кисточка. Два таких оттеночка. Вот этот вот, он, конечно, рыжит. Вот этот он холодный, чем-то похож на карандаш. Но, не знаю, с этими тенями мои брови как-то выглядят неестественно, не натурально. Не знаю, в общем, буду еще тестировать, пробовать. Бюджетная палеточка. Там несколько оттенков есть различных цветов. Но, в общем, у меня пока не совсем с ней сложилась дружба. Не знаю, как-то нужно мне приловчиться и все-таки попробовать использовать тени. Вот это вот моя новая любовь от Max Factor. Крем Пуф. Блин, какая это обалденная пудра. В принципе, упаковка здесь недорогая. Такой дешевый пластик. Но посмотрите, какая она классная. Она отлично подходит к моему типу кожи. Она не подчеркивает шелушение. Прекрасно все матирует. Не пылит. Хорошо смотрится на лице. И я вот действительно в нее влюбилась. А еще мне понравился очень ее аромат. Не знаю, для кого-то это будет минусом. Потому что здесь достаточно сильная душка. Обычно предыдущие все мои пудры не пахнут. Но это, конечно, красотка очень сильно пахнет. И мне это безумно нравится. Я ощущаю этот аромат на коже. Не знаю, я просто от него схожу сама. Он достаточно такой насыщенный. И мне напоминает этот запах какого-то парфюма. Ну, очень классно. Вот это вот моя, наверное, стала любовь. Мой фаворит. Для моего смешанного типа кожи она отлично подходит. Это крем-пудра. Это не матирующая пудра. Но, не знаю, моя кожа с ней прекрасно подружилась. И у меня она в оттеночке 50. Также приобрела себе от Max Factor вот такой вот тональный крем. В оттеночке 102. Не знаю, как-то двояко у меня в нем впечатление. На самом деле он кажется вот такой вот очень светлый в самом флакончике. Даже когда я его наносила для затеста, мне он показался очень светлым. Но когда я уже дома начала делать с ним макияж, наносить это все на лицо, мне показалось, что оттенок желтит. Либо он очень сильно окисляется, либо что, я не могу понять. Но у меня какая-то была проблема. Возможно, это не в самом тональном креме. Я сейчас немножко перешла на другой уход. В общем, буду его тестировать, буду пробовать. Но по самому первому впечатлению, конечно, неплохой тональный крем. Мне будет очень жалко, если мне с ним придется расстаться. Он не плотный, я бы сказала, средний, достаточно легкий. Так как у меня нет особых проблем с кожей, то я не использую какие-то плотные тональные крема. А вот это вот, конечно, чем-то мне напоминает различные BB крема, только немножко с более плотным перекрытием. Он хорошо наносится, не подчеркивает недостатки, но вот с цветом на моем лице возникли какие-то проблемы. Вот такой вот CC крем от Lumine. Купила его под влиянием YouTube. И, конечно же, осталась на 100% довольна. Здесь у меня оттенок Light, светлый, 30 мл, небольшой такой флакончик. О боже, как он мне понравился. Он безумно классно матирует мою кожу. Можно, в принципе, даже не использовать пудру, потому что кожа выглядит и так холеной, и так ухоженной, без лишнего и жирного блеска. В общем, очень классно. Если вы ищете какой-то классный CC крем, обратите внимание на Lumine. О нем куча положительных отзывов, куча блогеров о нем говорят. И действительно, он стоит своих денег и стоит ваше внимание для того, чтобы вы его попробовали. И остались у нас последние два продукта. Здесь вот у меня вот такой вот блеск от Belle. С очень интересным названием. Блеск для губ с эффектом оптического отбеливания зубов. Для меня это просто прозрачный блеск. Цвета вот такого вот хамелеончика. Переливается голубым, фиолетовым, розовым, зелененьким. В общем, как-то так. Никакого эффекта оптического отбеливания зубов как-то я пока не увидела. Для меня все блески какие-то липкие. Я больше люблю использовать помады, но как-то он меня соблазнил. Решила его купить, попробовать. Интересный, интересный, красивый такой, необычный. Можно его даже наносить поверх помады. Будет придавать красивый такой перламутровый блеск, сияние. Когда не хочется использовать какие-то там яркие помады, то я всегда использую вот этот вот блеск. И остался у нас последний продукт, который меня также покорил от Evelyn. Это корректор 2 в 1, хайлайтер, корректор. У меня оттеночек 0,4 light, светлый. Я его использую больше как корректор. Как хайлайтер я его не использовала. Здесь небольшой объем. Вот такая вот милая лаконичная упаковочка. Цвет мне хорошо подошел. Я осталась им довольна. Он очень классно увлажняет. Я его использую для перекрытия синячков. Каких-то покраснений также могу использовать. Больше, конечно, для перекрытия синячков. И он прекрасно с этим справляется. Он обалденно увлажняет кожу, а также не забивается в складочки. Абсолютно. Это такой огромный плюс. И я вот им осталась довольна на 100%. Потому что многие консилеры грешат, конечно, тем, что они забиваются в складочки. А вот этот, это, конечно, находка. Если вы ищете хороший корректор, то однозначно мой совет присмотритесь вот к такому. Вот такое вот видео у меня получилось. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Я с вами прощаюсь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok